Всем привет, друзья, с вами TeamPost, и мы продолжаем играть в игру Urban War 6, 1914 год. И на очереди у нас восьмая миссия, Battle of Carpathian, называется. Это у нас Карпатская операция, достаточно крупное сражение. Это я могу с уверенностью вам сказать, посмотрев на потери сторон, которые я озвучу чуть позже. В чем заключалась данная операция? Русскому командованию был дан приказ, было дано задание пройти через Карпаты и наступать в сторону Венгрии. В то же время австрийское командование планировало деблокировать осаду Перемышля русскими войсками и закрепиться, собственно, в Карпатах. Поэтому силы сошлись там, ни одна из них фактически не одержала победы, но, скажем так, тактическую победу можно поставить в плюсик российской армии, потому что она смогла закрепиться в Карпатах в Карпатах и, собственно, продолжить осаду Перемышля. Вот, по касательно потерь сторон. Численность почему-то на Википедии не указана, но, судя по потерям, друзья, русские потеряли порядка миллиона солдат, это убитыми, ранеными и плененными. А австрийцы 800 тысяч человек ранеными, убитыми и плененными. Огромную роль повлиял тот факт, что многие войска, многие солдаты имели обморожение, вот, а также были больны. То есть в то время болезни были очень широко распространены, поэтому численность потерь у той и другой стороны просто огромна. То есть миллион человек и 800 тысяч, это огромные цифры, но, тем не менее, сражение тоже действительно было очень крупным. Переходим, собственно, к нему, родимому. По данной мини-карте непонятно, за кого мы будем играть, за северный либо за южный отряд, но в любом случае мы должны атаковать через центр и потом двигаться на север. Вот то, что я могу вам сказать, видя стартовую карту. Мы играем за южный отряд, то есть будем идти по диагонали на север. Правильно, ну, тут, в принципе, это логически предсказуемо, видя, что нам здесь предстоит уничтожить все юниты, то есть захватить два города и уничтожить вражеского генерала. В принципе, цель ясна, дано нам 14 ходов, давайте приступать. На юг мы двигаться не будем. Надеюсь, союзники будут двигаться вперед, не будут стоять на месте. Распределяем главнокомандующих. Гвард-гренадеры. А кто из вас, господа, более топовый, скажите мне? Как мне это узнать? Да, я здесь могу, кстати говоря, академию построить. Я думаю... А, она уже построена. Какая прелесть. Ну, значит, грех не воспользоваться. Так, ну, смотрите. Новая пехота, по-моему, лучше, чем гвард-гренадеры. Хотя, с другой стороны, они дешевле стоят. 58. Ага. Но у пехоты лучше защита. Ну, вот и теперь надо думать, на кого ставить генерала. Потому что тут мы можем атаковать города более эффективно, именно гренадеры. А также у нас есть пулемет, который позволяет нам, как мы помним, наносить повышенный урон большинству отрядов кавалерии противника и даже артиллерии противника. Это уже немало. В то время как новая пехота... А, мы... В то время как новая пехота больше урон наносит легко бронированным юнитам и небронированным. То есть, ну, пехоте. Непосредственно. То есть, мы атакуем либо пехоту, либо кавалерию и артиллерию. Вот в чем вопрос. На что мы будем фокусироваться? Ну, поскольку нашей целью является вражеский генерал, который сидит на кавалерии, и это у нас медиум армор, наверное, будет более правильным ставить генерала именно на гвардейцев. На гренадеров, извините. Так, ну, и дальше распределяем по очереди. Атакуем вражеский бункер. Так. Что касается... Оу! Give the all clear of gas. А как это использовать? Use. А я не понимаю. Это можно использовать только во время газовой атаки, а не раньше. Стоп. Give the all clear. А, всем может быть юнитам. Ну, смотрите. В этой миссии явно будет... Будет газ. Я прямо... Это чувствую, друзья. Так, ну, конец на пулеметчиков не вижу смысла атаковать. А чем мне атаковать вражеских пулеметчиков, кстати говоря? А, ну, пехотой получается. Логично же, да? То есть, пехотой надо их атаковать, и... Ну вот, и... Кавалерии ближнего боя. Что ж ты делаешь? А, любой кавалерии. Нет, кавалерия, наоборот, не очень. Я запутался, ребят. Пулеметчики против легко бронированной кавалерии не очень, да? Все. Надо казаками атаковать. Казаками и... И обычной пехоткой. Так понять не становится уже. Ладно. Двигаемся дальше. Что меня интересует? Ну, в первую очередь, конечно же, меня интересует артиллерия. Куда ж без нее? Стоп. Меня интересует еще минимум один отряд кавалерии. Пусть это будет еще отряд казаков. Все. Больше генералов нам недоступно. Денег мы получаем 20 за ход, поэтому пока что будем экономить. Можно делать ход. Ждем газовые атаки. Ну, видимо, она будет... Позже. О! Значит ли это, что враги пустили газы? Да. То есть, нужно вот так, вот так всех юнитов, да? Прокликать, и мы, типа, защитили их. Вот как это работает, интересненько. Ну, ладно. Давайте на бункер, наверное, направим наш... Наш взор, наш удар. Сколько будет стоить улучшения? 120. Просто, может быть, улучшить, чтобы, ну... Плюшки качать. Лимит на сколько увеличится? На 3. Сейчас плюс 15 по пилейшам, а будет 18. Это ни о чем. Даже не знаю, стоит ли. Наверное, воздержусь. Соблазна. Так, отлично. Эти ребята уничтожены. Кавалерия. Блин, на каждой минуте нужно теперь думать, кем атаковать его. Пуленочками атаковать их. Безальтернативно. Как мне вас обойти, ребят? 33. Тут не очень большой урон нанесли. Да ладно. Делаем ход. Ну, и сейчас бомбардировку, наверное, по городу проведем. Пока газ больше противники не используют. Ну, как бы мне это и хорошо. Так. Отлично. 92. 2 казаки против другой кавалерии не очень эффективно на пехоту пускать ясно так противники опять пустили газ это не самая приятная новость у союзников поднялся боевой дух это прям перфект 47 отлично прям двоих айдаш казаки точно точно гениально стоп нет 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 это неэффективно давайте на пехоту ну во другое дело сразу игра пошла главное правильно использовать юниты нужные против нужных так сказать небольшой крыма пойдет так наверно сам уничтожиться на стоит давайте так и сделаем и создадим здесь кого и ну по сути смотрите гренадеры те же пулеметчики только лучше правильно же наверное давайте будем гренадёров заказывать и смысле а хотя может быть он отступил чтобы добить отряд тогда это может быть оправданно тепят с юга наступают не не хреново продолжаем наступление останавливаться мы тут не будем идите нафиг как бы мне сразу два отряда ударить или они как хоть на артиллерию ой не здесь генерал помирает неприятно хорош хорош могете говорится еще давай давай гренадеров 165 союзники не ваша помощь критически необходима в курсе нет давай наверно как-то буду пытаться обходить его маневрировать честно не казак казаки это это по это пролет такой сильный у него 20 хп за раунд восстанавливается ё-моё его гасить надо косить причем по жесткому чё 20 хп обалдел так я сейчас город царю какой заход получают 40 ой как мало зря гренадеров заказывал 74 на дать последний удар нанесем тут артиллерии что ли так грант не нет ты еще жить должен ты мне еще нужен кавалерию может быть направить черт возьми прям вообще не по плану мне давайте копить мне сейчас понадобится в городе юниты гренадеров сейчас вынесут ну да так они поступят сколько еще раз 80 заход получается почему 80 а потому что лимит опустился все нормально 80 это 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 нормально живем пойдет так у нас только артиллерии осталось сколько тут есть ясно какой у нас план каков план я думаю надо атаковать город с генералом союзники справятся а может и нет нет давайте генерала 84 отлично надо его добивать город потом так в городе давайте пехотку создавать легкую просто для массовости все генерал вражеский повержен оставшиеся 6 ходов будем гасить город 5 5 ходов остается ну благо у нас есть гидденбург я думаю нам это удастся кстати кстати говоря эвербомен я о нем совсем забыл и я думаю надо войска наши как-то пытаться продвигать чуть глубже не атаковать противников именно продвигать чтобы в нужный момент захватить вражеский город пусть союзники атакуют врагов и мы будем пытаться продвигаться так раз два ну если повезет на следующий ход я смогу город захватить давайте еще произведем а не могу в таком случае давайте произведем бласт или бласт уже не поможет здесь 57 а нет поможет я знаю как я поступлю давайте давайте бласт на следующий ход город захватим я тут река не факт что мы до нее доберемся до города не должны должны добраться так что я хотел сделать все бласт уже бесполезен ясно ну тогда нужно вот 78 18 сколько хп у тебя 67 ага отлично перфект белисимо муа замечательно великолепно я доволен все battle of карпасин операция карпатская операция успешно господа завершена далее нас ждет вторая битва за мазурский при мазурских озерах вот была оказывается и вторая хо интересно я первое вам правильное описание прочитал этой битвы разница сколько сентябрь 7 сентября 14 года 7 февраля 15 ну да разница достаточно значительная ну хорошо на этом я благодарю вас за внимание прошу прошу вас поставить ваш царский лайк данному ролику подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не пропустить ролик ну и подписаться на все остальные группы сервера все ссылочки в описании всем спасибо всем пока и удачи